Здравствуйте! Значит, все видно и слышно прекрасно, и мы можем начинать. У меня очень много информации на самом деле, поэтому очень четко сжато, но все-таки я постараюсь отвечать на вопросы. Смотрите, ну если в чате будет много плюсиков и записей «Добрый день», то ваши вопросы просто будут очень быстро уезжать, и я их не увижу. Поэтому давайте сейчас, благодарю вас за плюсики, давайте сейчас просто переключимся на презентацию и готовьте вопросы, если они у вас по теме появятся. Начинаем. Мы сегодня будем говорить об очень хорошем методе коррекции поведения детей. На самом деле поведение детей – это самая распространенная тема в запросах у педагогов дошкольного образования и родителей. Каким образом поведение детей корректировать? Дело в том, что метод, который использовался, ну может быть, много лет назад, когда использовались наказания какие-то серьезные, когда коррекция поведения была связана с запугиванием, он уже перестает существовать, и слава богу. Ну а проблемы-то остаются, то есть мы очень часто сталкиваемся с непослушанием, когда вы что-то предлагаете ребенку, он не делает, с агрессивным поведением, с истериками, капризами, страхами, неуверенностью. И все чаще, к сожалению, мы встречаемся с детскими неврозами, когда уже необходимо вмешать их в стопсихолога. Вот когнитивно-проведенческая терапия, она предполагает, что мы можем откорректировать все эти проблемы более мягким способом, без наказаний, без запугивания ребенка, ну и без особых таких моральных усилий, национальных усилий со стороны педагога или родителя. Давайте сначала посмотрим на особенности поведения детей дошкольного возраста, чем поведение ребенка дошкольного возраста отличается от поведения взрослого человека. Смотрите, у ребенка пока еще нет сформированных сценариев поведения, то есть он еще растет, он все время попадает в новые ситуации, и эти сценарии еще только формируются. Каким образом нарабатываются сценарии поведения, модели поведения? Они копируются с поведения окружающих взрослых, иногда с поведения сверстников, иногда какая-то своя удачная модель поведения, удачная для ребенка прежде всего, закладывается в основу его повторения. Ну, например, как это бывает с истериками, то есть пришел с мамой в магазин, закатил истерику, получил конфету, значит для ребенка эта модель поведения удачная, прекрасна, он будет ее повторять. Если бы эта модель поведения не привела к получению конфеты, он бы эту истерику повторять не стал. Что еще очень важно, у ребенка нет опыта справляться со сложностями, так называемой копинг-стратегии. То есть у нас, взрослых, у каждого своя стратегия есть. Когда мы попадаем в какую-то сложную ситуацию, ну, все делают по-разному, кто-то садится, думает, составляет план действий, другой садится и думает, кого позвать на помощь и так далее. Но мы действуем одинаково, потому что мы уже так действовали и это действие привело к успеху. У ребенка еще копинг-стратегии не сформированы. И всегда у ребенка есть зависимость от оценки значимых взрослых. То есть когда он ведет себя, ему важно понимать, правильно он себя ведет или нет. И если его хвалить за то, что хвалить не нужно, он вот эту модель поведения сформирует, потому что посчитает, что это правильно, раз его за эту модель поведения хвалят. Какие же причины плохого поведения есть у детей? Опыт отношений, полученных в семье. То есть он просто увидел, как плохо себя ведут родители и повторил за ними. Личный опыт. Нет сценариев правильного поведения. Может быть это невроз. То есть если ребенок уже в неврозе, тогда он просто не может себя правильно вести, потому что не может контролировать свои эмоции, свою нервную систему. Это могут быть и нарушения в работе головного мозга и нервной системы. То есть очень часто дети с СДВГ ведут себя, допустим, так же, как дети без СДВГ, но с плохим воспитанием, воспитывались в плохой семье. А поведение у них одинаковое, а причины поведения будут разные. И точно так же, когда вы исследуете поведение, вы должны понять, откуда, от каких причин берет начало вот это поведение ребенка. Но и соматические болезни, какие-то дисфункции нервной системы, они тоже могут накладывать свой отпечаток и влиять на поведение ребенка. Вот теперь поговорим про стратегии поведения, стратегии коррекции. Как можно откорректировать поведение ребенка. Сейчас сначала мы поговорим про ошибочные стратегии, которые, к сожалению, распространены очень-очень часто, повсеместно. Это, например, такое, эмоциональный подход, то есть ребенок нам выдал какое-то поведение, и взрослый отреагировал своей эмоцией. Почему это плохо, решите вы. Нужно же эмоционально отреагировать? Совершенно верно, да. То есть у нас есть эмоция, и мы в ответ на поведение ребенка какую-то эмоцию выдаем. Он капризничает, мы даем понять, что нам это не нравится. Но если выдать только одну эмоцию и не объяснить, почему не нравится, как можно сделать по-другому, то в поведении ребенка ничего не изменится. То есть он считал с нас, что нам не понравилось, а что делать, как делать правильно, он не знает. Мало того, что нужно показать ему свою эмоцию, нужно еще и объяснить словами, как это правильно делать. Иногда могут встречаться ошибки атрибуции. То есть мы, когда мы трактуем поведение ребенка, причем делаем это вслух, при самом ребенке мы можем трактовать это поведение, исходя из каких-то сложившихся представлений. Ну, например, ну что еще от него ждать, он же хулиган. А он может вот сейчас поступил так, не потому что хулиган, допустим, что-то разрушил, а потому что, ну, неосторожно, нечаянно. Или может быть потому, не потому что хулиган, а потому что ему тоже хотелось войти эту в игру, поставить какую-нибудь постройку, поправить, и он сделал это вот так вот не очень умело. Вот только посмотрите на его отца. Это, конечно, вот очень плохо, но так тоже иногда люди говорят. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Что от нее ждать? Посмотрите на ее родителей. И кто с другой стороны работает? Допустим, она же хорошая девочка, смотрите, какие родители у нее хорошие. Вот таких хороших родителей не может быть вружки, пакостницы, трусишки. Семья-то хорошая, что вы о ней говорите? Вот. И точно так же, если что-то хороший ребенок, ну, который атрибутирован как хороший ребенок, поступает плохо, ему или ей все это прощают, говорят, вообще-то она хорошая девочка, просто ее плохие вот таким вот образом подговорили. Очень плохая стратегия – это разбирать последствия поведения ребенка без выяснения причин. Посмотри, что ты наделал. Ну, посмотри, что ты наделал. Краску разлил, на стенке размазал. И никому не приходит в голову спросить, а почему ты это сделал, зачем? А может, он хотел стену разрисовать. Вот и причина его поведения. Но и очень-очень-очень ошибочная стратегия – это отсутствие единства требований, конкретики в указаниях. Это когда мама говорит одно, воспитатель – другое, или еще хуже, когда в семье. Папа что-то запретил, бабушка тут же прибежала и разрешила. Это не дает ребенку понимания, какую стратегию поведения все-таки нужно использовать. Какие задачи воспитания мы решаем в дошкольном возрасте? Даем ребенку модель поведения на примере взрослых. То есть, это первая задача, которую мы решаем так. Мы ведем себя так, как хотели бы ждать поведения ребенка. То есть, ведем себя хорошо и говорим, показываем ребенку. Веди себя так же, и все будет прекрасно. Кроме того, мы формируем поведение ребенка, контролируя и направляя его. То есть, мы не только показываем модель поведения, еще и словами говорим. Вот это хорошо, это не очень хорошо можно поправить, а это плохо. Эту модель поведения, пожалуйста, отмени. Но самое главное, что мы должны сделать в дошкольном возрасте – сформировать способность у ребенка самостоятельного и целенаправленного регулирования своего поведения. Объясню на примере. Школа, второй класс, дистанционное обучение. Два ребенка, которые во втором классе занимаются. Первый ребенок сидит бесконечно, играет в танчики, в войнушки, во что-то еще, пока мама не подойдет и скажет, «Слушай, у тебя же уроки, ты почему не начинаешь учить уроки?» После этого он продолжает играть в танчики, пока мама не накричит на него или пока мама уже уставшая от своего же крика не пойдет и не сделает за него уроки. Второй ребенок очень спокойно заходит в систему дистанционную, в которой он, кстати, сам зарегистрировался, спокойно делает уроки, мама говорит, «Мам, я все сделал». И дальше они уже продолжают какие-то свои дела. То есть во втором случае мы видим, что у ребенка есть способность саморегуляции, и он свое поведение уже может направлять сам. Вот к этой модели стремится метод, который называется когнитивно-поведенческая терапия. На данный момент, по моему мнению и мнению моих многих коллег, это самый сильный метод, но и он же самый простроенный и теоретически и технологически выверенный. Что это такое? Это вид психотерапии, который строится на поиске и изменении неконструктивных мыслей человека. И как видите, состоит из двух частей, из двух слов – когнитивно- и поведенческая терапия. Вот поведенческая терапия – это то, что предполагает изменение поведения, а когнитивная терапия – это то, что предполагает изменение своих неконструктивных мыслей, и вот это изменение привлечет за собой уже и перемену неконструктивного поведения на более конструктивное. В целом эта терапия предполагает обучение ребенка поведенческим моделям, учит самому выявлять свои неконструктивные мысли и изменять их, изменять убеждения, использует техники, которые позволяют изменять свои мысли, чувства и настроения. И это такая очень конкретная терапия, которая ориентирована на конкретный результат. То есть есть модель поведения неправильная. Мы берем из большого набора способов какой-нибудь один, используем его, видим результат и этот результат закрепляем. Все очень просто, все очень точно, за что мне это и нравится. Немного истории. Замак поведенческая терапия возникла давно, в первом десятилетии XX века, то есть уже больше ста лет мы применяем эти принципы. Возникла она в Америке как течение бихевиоризм, направление психологии, оно возникало как прикладное. То есть американцы, они очень быстро поняли, что психология очень сильная наука, с помощью которой можно управлять людьми, управлять их поведением для достижения каких-то целей. И вот как раз поведение, эта отрасль психологии изучала. Что считали представители этого направления? То, что психология должна изучать поведение людей, потому что это единственное проявление психики, которое мы можем наблюдать и каким-то образом изучать. Поведение человека – это всегда реакция на стимул. Поведение – это итог обучения. То есть нужные навыки можно сформировать многократным повторением. И то, что еще о неважном говорили, то, что поведение изменяется на протяжении всей жизни человека. То есть нет в жизни человека такой эпохи, во время которой он не смог бы изменить свое поведение и увеличить ощущение счастья от своей жизни. На самом деле сейчас много людей заходят в терапию в 70 лет, и они успевают еще добыть себе счастье и прожить свою жизнь в счастье, в покое и с ощущением того, что я живу правильно, я счастлив. Это очень ценно. Второе течение, которое уже сформировалось в 30-е годы, 20-го века, необихевиоризм, это течение, в котором добавились еще сведения из тихоанализа, из гештальтерапии, из физиологии Павлова и его продолжателей, то есть из всех течений, которые шли параллельно с поведенческой терапией, наращивая свои знания и навыки. В необихевиоризме уже считали, что на поведение человека влияют не только стимул, но еще и его личные особенности. Это мировоззрение, привычки, представление о жизни и усвоенное знание. На какие же вопросы отвечает поведенческий подход? Сначала в поведенческом подходе мы выделяем, какое поведение является мишенью для изменений, что в этом поведении нужно усилить, ослабить, что нужно поддержать. Потом мы выясняем, какие события поддерживали и поддерживают это поведение. Что, какое вмешательство может изменить это поведение? Как может однажды это поведение, установившееся, быть поддержано или распространено на новые ситуации за ограниченное время? Давайте возьмем какой-нибудь пример. Ну вот самый животрепещущий – это скандал, устроенный ребенком в магазине. Почему я об этом говорю? Потому что после каждой конференции, после каждого онлайн-выступления приходит огромное количество вопросов на эту тему. Видимо, действительно она болела, и действительно для родителей это страшно. Смотрите, отвечаем. Что является мишенью для изменений? Реакция на отказ матери. Что в этом поведении подлежит ослаблению? Мы хотим ослабить эмоциональную реакцию ребенка на отказ купить какую-нибудь игрушку или сладость. Какие события поддерживали и поддерживают это поведение? И мы здесь начинаем думать. Какие события? Во-первых, все происходило в магазине, и вокруг было огромное количество бабушек разнообразных, которые тут же начали. Одна половина бабушек сывать конфеты, а вторая – виноватить мать. Что ты с ребенком делаешь? А третья половина бабушек говорила еще «давай от тебя заберу к себе и напою чаем», а четвертая кричала, что уже идет милиционер и баба-яга. Естественно, от всего этого ребенок продолжал свою истерику еще больше. То есть, эта ситуация магазина, что еще поддерживает это поведение? То, что мама не вставляется с ощущением стыда. Ей самой очень стыдно за то, что ее ребенок кричит посреди огромного магазина, и она это переживает так, что ребенок это видит. То есть, ее задача сейчас не успокоить ребенка, а прекратить скорее свой стыд. Что мы можем изменить? Какие вмешательства мы можем внести в это поведение? Первое, что мы делаем – это работаем с маминым стыдом, разбираясь с ним, откуда он взялся, почему он появился. И когда мама понимает, что орущий ребенок посреди магазина не так уж стыдно, делаем второе. Берем ребенка поперек животика и вытаскиваем туда, где бабушек нет. И вот там уже мы продолжаем свою терапию, успокаиваем ребенка, выясняем, что ему нужно, зачем, показываем другой способ добиться. То есть, когда ребенок бьется в истерике, мы ему ничего хорошего не даем. Да, семейный сценарий. А даем хорошее, когда он изменит свое поведение. То есть, в следующий раз пришли в магазин, ребенок, поверив нашим рассказам, тихонечко сказал, «Мам, я хочу вот это». Мама также тихонечко сказала, «Хорошо, ты сейчас потерпи, я куплю все, что нужно, потерпи 10 минут». И мы купим вот это. Стоял, стоял, терпел, терпел, «Мама купила все, что нужно, тихо, мирно, дружно пошли домой, новая модель поведения закрепилась». Понятно, да? Больше я таких примеров не буду приводить, я думаю, что вот тут уже все понятно. Я одну реплику скажу по поводу связи, хорошо, и больше это делать не буду. Просто уже из опыта предыдущих вебинаров разнообразных, если у вас пропал звук видео, найдите на клавиатуре клавишу F5 и нажмите, это помогает в большинстве случаев. Вот, это тоже осознанная модель поведения. То есть вы видите, что писать в чат – это не конструктивная модель поведения, а попробовать нажать F5, попробуйте, может быть у вас сформируется другая модель поведения. Прошу прощения, я шучу, конечно же. Основные идеи поведенческой психологии. Изучаем поведение. Основа личности – это устойчивая система навыков. И мы идем по схеме поведения. С и Р – стимул, индивидуальность, реакция. Ну и человек, реагирующий, действуя существо, мы можем, изменяя стимулы, изменить поведение. Какие техники использует поведенческая терапия? Оперантное и социальное научение. Оперантное научение – это когда мы подкрепляем то, что у ребенка получилось правильно. То есть, оперантное научение мы используем, допустим, когда приучаем ребенка к аккуратности и знакомим ребенка с горшком. Все помнят, как это происходит. Простите за подробности, но другого более точного примера нет. Бегали-бегали, штаны мокрые, мама не очень довольна, но молчит. Бегали-бегали, штаны мокрые, мама тоже молчит, бегали-бегали, добежали нечаянно до горшка, штаны сухие, в горшке лужатся. И вот здесь мама расплывается в улыбке и говорит, а какой молодец, какой у меня взрослый ребенок, как все замечательно. И ребенок через несколько таких повторений понимает, что нужно, что от него требуется, и уже это поведение пытается повторить. Вот, это оперантное научение. То есть, что в этой технике важно? Мы работаем с конкретной единицей поведения. То есть, мы изменяем в ребенке что-то одно. Вот здесь была задача приучить горшком, конкретной единице поведения. С более старшим ребенком это может быть какая-то другая конкретная единица поведения. Допустим, как сделать так, чтобы ребенок после обеда вымыл за собой посуду. Здесь большая ошибка просто учить ребенка быть добрым и умным вообще. Он пока не понимает, что значит добрый и умный, поэтому добрым и умным ему быть гораздо сложнее, чем в 2 часа дня встать к раковине и вымыть посуду. Особенно, если за эту посуду он получит что-нибудь приятное. Допустим, мамину улыбку еще один час в интернете или что-то еще. Второй прием это систематическая десенсибилизация. Она применяется в работе со страхом, неробостью, неуверенностью, тревожными состояниями. Вот, каким образом это делается? Все тревожные ситуации размещаются на шкале от самой слабой до самой сильной. Сначала с ребенком работают над самой безобидной ситуацией, а потом уже переходят к следующей. Например, ребенок, который очень сильно боится грозы. Очень-очень сильно. Мы ему говорим, слушай, я тебя понимаю, ты боишься грозы, она действительно очень страшная. А гроза на картинке, это страшно? Ребенок думает, ну, наверное, страшно, но не так. Давай картинку с грозой посмотрим. Посмотрели, немножко испугался. Воспитатель говорит, ну, хорошо, давай эту картинку от тебя отодвину. Вот так не страшно? Нет. А если поближе к тебе? Не страшно? Нет. Давай еще одну картинку посмотрим. Хорошо, посмотрели. Следующим номером нашей программы мы смотрим, допустим, небольшое видео с грозой, где все хорошо, никого не убивают. Страшно? Да нет, вроде бы нормально. Хорошо, в следующий раз начинается гроза. Давай из окошечка посмотрим. Мы здесь в закрытом помещении, ничего страшного не произойдет. Попробуем? Попробуем. Страшно? Нет. И таким образом постепенно ребенок учится справляться со своей тревогой маленькими порциями. Сначала с маленькой тревогой, потом с тревогой побольше, потом еще побольше, еще побольше. И таким образом тревога постепенно иссякает. Вот. То же самое можно делать со страхом, с робостью, допустим, выводить ребенка на утренец, если ребенок боится публики. Сначала он посидит у мамы на коленочках, потом он споет в хоре в самом последнем ряду, потом он вынесет какой-нибудь барабан и убежит обратно. Ну, глядишь, так через год уже будет солировать в песнях. Всяко бывает в нашей жизни. Вот. Это систематическая десенсибилизация, как прием. Следующий вариант, который очень хорошо работает, это жетонная система. Это система поощрений и наказаний. Помните, на репоттеры же все читали и смотрели, наверное, минус 5 очков с лизерину за что-нибудь или плюс 5 очков. Вот я об этом и говорила. Если ребенок боится выступать перед аудиторией, даже истерика бывает, как быть, сначала он, допустим, не выступает и смотрит выступающих, потом он где-нибудь с краешку и он понимает, что, глядя на выступающих, ничего страшного с ним не случается, он уцелел, никто на него пальцем не показывает, потом он тихонечко, может быть, с мамой выходит, может, с воспитателем, может, он выходит, но как бы вот он спрятан за всех остальных, там где-то сзади стоит. Он понимает, что тоже не страшно, и так постепенно вы вот эту десенсибилизацию проводите. Потихоньку. Плохой вариант в этом случае стыдить ребенка, вытаскивать его на середину, это только увеличит его тревожность. Держимся дальше, ладно? Про жетонную систему. Как это бывает? Вы составляете два списка, дела, за которые можно получить жетоны, вариант любой, грибочки, внутрисадиковые денежки, наклеечки, что-то еще, и дела, за которые можно потерять жетоны. Оглашаются указания, самое главное, на что эти жетоны можно потратить. Это не обязательно может быть материальное, это может быть какое-то чудесное дело, которое просто детям в другое время недоступно. Допустим, только тот, кто наберет за неделю 7 или 14 жетонов, как вы уже там договорились, может поиграть вот в этот новый конструктор. А вот в другое время никто из детей и никогда поиграть в него не может. И вот он стоит на верхней полке, этот конструктор, и ждет своего победителя. И здесь, что очень важно, в этой системе мы постепенно тренируем у детей процесс формирования длинных целей. Сейчас у мамочек очень модно давать ребенку все сразу по первому же писку. На самом деле, такое поведение не очень хорошее, потому что оно не помогает и мешает ребенку выращивать волю. Воля отрастает это не метафора, на самом деле нейропсихологи знают, что воля отрастает как раз начинает расти в дошкольном возрасте, это лобные доли мозга, которые как раз формируются. И пока они формируются, это происходит до 25 лет, можно волю натренировать. В более старшем возрасте тоже можно, но нужно приложить больше усилий. И как раз вот эти длинные цели они тренируют волю. Другое дело, что вот те приемы, которые я говорю, они безвредны при использовании воспитателем. Это не психотерапия. Благодарю вас за вопрос. Смотрите, у нас есть когнитивно-поведенческая терапия как метод применения психологом. то есть когда пришли с запросом и психолог работает вот с этим запросом мамы и ребенка. Но у воспитателя в его повседневной жизни поведенческих моментов огромное просто огромное-огромное количество. И почему бы не использовать приемы когнитивно-поведенческой терапии для того, чтобы у детей поведение поправлять. нет никакого риска нанести ребенку травму на самом деле. Мы не лезем в душу, мы не лезем в семейную историю, мы регулируем поведение очень безопасными способами. Спасибо вам за вопрос еще раз. Я думаю, что ответила на него. То есть это не терапия, это регулирование поведения, это работа воспитателя. Вот. Про волю. Чем меньше дети, тем вот это расстояние до награды должно быть меньше. То есть копить жетоны целый год у дошколят не получится, потому что они еще очень маленькие и на год их воли не хватит. А вот на недельку допустим нормально. То есть мы в понедельник начали эту игру с жетонами и в пятницу закончили, посчитали жетоны и кто-то счастливчик поиграл в этот конструктор, а другие точно решили, что на следующей неделе они победят вот в этой жетонной системе. Вот. На самом деле очень удобно это использовать, можно использовать и дома со своими детьми для того, чтобы корректировать, регулировать поведение. ну и вообще хорошо вот эта система, жетонная система, она прививает детям одну очень здравую мысль. Когда ты что-то делаешь хорошо, тебя ждет награда. Очень нормально и для взослого человека эта мысль тоже очень-очень полезна. Имею ввиду, что положительное подкрепление работает лучше, чем отрицательное. И заметьте, все методы когнитивной терапии они используют в основном положительное подкрепление. И на самом деле это, наверное, полезнее, чем применять наказание. Потому что любое наказание, любая мотивация от, она способствует тому, что жизненная сила, можно сказать, жизненная энергия у ребенка уменьшается, а вот мотивация к, то есть желание достичь каких-то своих заветных целей, она не только улучшает настроение ребенка, но еще и улучшает его физиологическое состояние, что уже проверено нейропсихологами и физиологами. Поэтому не наказываем, а подкрепляем хорошие модели поведения какими-то заслуженными наградами. Еще один прием, который мы можем использовать и который тоже взят из поведенческой терапии, это планирование поведения в ситуации. Смотрите, тоже, допустим, вопрос про утренники, сейчас вопрос прочитаю, а прием такой, ты немного посиди и подумай, хорошо, а подумай о чем, то есть, мы задали какие-то вопросы, о чем думать, то есть, смотрите, ребенок, допустим, бежал, бежал, споткнулся, разбил чего-то, допустим, постройку какую-то или побил стакан, и мы ему говорим, ты поступил неправильно, посиди и подумай. Он сидит и думает, о чем вопрос, о чем он там думает. У него мыслительный аппарат еще не развит до такой степени, чтобы самостоятельно додумать причины своего поведения, последствия и возможное направление, как это исправить сейчас, и возможное направление, как в такую ситуацию не попадать. Поэтому посиди и подумай, не очень подходит, а вот давай мы с тобой обсудим, что было до, что стало после, и давай мы с тобой вместе спланируем твое поведение в другой ситуации, оно, мне кажется, работает лучше. Вот как раз к планированию и переходим. Смотрите, ну раз, о том, какой он молодец, давайте вот по стакану и вот этот случай разберем, хорошо. Смотрите, бежал, споткнулся, стакан и разбил. Садимся с ребенком и говорим, слушай, а давай подумаем, почему это получилось. Ну, потому что я бежал, а где ты бежал? Я бежал в зоне, где мы кушаем, в столовой. А как ты думаешь, где можно бегать, чтобы стаканы не разбились? Ну, вот там на игровом коврике можно бегать безопасно. Давай подумаем, что ты будешь делать в следующий раз. Ну, здесь я бегать не буду, здесь я пройду на цыпочках, а там я набегаю из досыта. Хорошо, а что ты можешь сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию? Ну, давайте я вам помогу поднести, допустим, или что-то еще, в зависимости от возраста. о том, что, допустим, обидел и как исправить ситуацию. Нужно объяснить все дословно. Мы иногда ведем себя так, как будто бы дети, не дети вовсе, а взрослые с нашим же опытом. То есть, очень часто родители и иногда воспитатели не отдают себе отчет, что у ребенка знания жизни гораздо меньше, чем у него. И для того, чтобы понять причину своего поведения, ему нужно объяснить это словами. про планирование поведения ситуации я рассказала. То есть, мы моделируем ситуацию, в которую ребенок еще не попал, но попадет, может быть, и проговариваем по шагам с ребенком, что он будет делать. И сначала лучше это новое поведение отработать в игре. Тренировка навыков поведения. Это тоже очень длинная работа, в принципе, мы ее делаем все дошкольное детство. Из чего она складывается? Навыки поведения в отношении других людей, они складываются из особых таких знаний. Это прежде всего определение своих собственных эмоций, что я сейчас испытываю, определение эмоций других людей, техники саморегуляции, то есть, как я могу справиться со своими эмоциями, и коммуникативные сценарии, то есть, как я могу справиться с эмоциями себя и другого человека. Ну, и еще один прием это расширение репертуара поведения. Допустим, если у ребенка есть четкая связь, есть события, есть модель поведения. Допустим, я зашел в группу, я расплакался. Давайте подумаем, а как ты можешь зайти в группу еще, чтобы не расплакаться. Она такая очень практичная эта работа, за что я ее люблю, потому что наше общество, к сожалению, чуть больше эмоционально, чем нужно, и многие вопросы решаются на эмоциях, а здравый смысл в это время где-то тихонечко отдыхает в уголочке, иногда даже просто уходит прочь, к сожалению. Вот, то есть, у нас события есть, и мы разные модели поведения ребенку предлагаем обсудить. А давай что будет, если ты зайдешь в группу и не заплачешь? А давай, а что будет, если ты не пойдешь в группу, останешься сидеть на лавочке здесь, и маму до вечера подождешь здесь, давай мы с тобой обсудим. Обсуждаем модели поведения, и потом ребенок делает честный выбор. Мне кажется, что я могу зайти и не заплакать. Сначала я, наверное, посижу на стульчике, посмотрю, что делают другие. Когда я пойму, что мне безопасно, я пройду дальше. Вот, пробуйте, то есть поведенческие методы, они работают очень мягко, и что самое главное, очень честно. Ну, это мое личное мнение, но я предпочитаю быть честной с детьми, со своими и с чужими, а эта техника, она очень честная. И стратегия такая чудесная, которая называется «Все наоборот». Используется она не очень часто, но на самых отпетых врединок она влияет очень хорошо. Метод Тома Сойера. Помните же, когда Тома Сойеру был олень красить забор, он быстренько применил аверсивную стратегию и быстренько доказал своим друзьям, товарищам, что красить забор это не тяжелая работа, а прямо-таки награждение за труды. Ну, картинка все иллюстрирует. А как быть, если одна бабушка приходит взрывная, другая спокойная, ребенок ведет себя по-разному? Смотрите, поведенческая терапия работает не только с детьми, как вы уже, наверное, догадались, но и с другими людьми, в том числе и с бабушками. И вот, используя методы, про которые я рассказываю, я думаю, что вы сможете набросать свой собственный сценарий, какой метод вы можете использовать в работе с бабушками и как вы его будете применять. Тут мы будем работать с бабушками. Естественно, ребенок ведет себя по-разному, потому что дети очень умные люди и они реагируют на нашу модель поведения. Поэтому, разговаривая с бабушками, меняем модель поведения у бабушек сначала. мы переходим к когнитивной психологии, которая поведенческую дополняет. И вот если мы работали сейчас с моделями поведения, сейчас будем работать с неконструктивными мыслями. Что нам говорит когнитивная психология? То, что все люди по-разному принимают и перерабатывают внешнюю информацию. То, что поведение человека зависит от его мыслей. То, что мысли и убеждения человека можно менять как данные программы. То есть, мы себя программируем, мы же себя и перепрограммируем. И что мы можем отследить у себя вирусы, неосознанные автоматические мысли, которые влияют на наше поведение. Вот здесь уже очень интересно, обойдет интересно и тоже для взрослых. Маргарита Александровна, отвечаю вам, наверное. Смотрите, психологи отказываются работать, поведение усидчивости ноль. Вот помните, коллеги, уважаемые, вначале был слайд, на котором я говорила, что причины поведения они могут быть разные, в том числе физиологические. Прежде чем исправлять поведение и использовать вот эти методы, нужно убрать причины, которые могут крыться в физиологии. То есть, их нужно исключить. И если невролог, детский психиатр скажет, все нормально, ребенок в норме, тогда вы можете работать в поведенческой терапии. Если невролог и психиатр говорят, что есть отклонение от нормы, вы тоже работаете в поведенческой терапии, но параллельно идет лечение медикаментами. Потому что есть состояние у ребенка, которое нужно откорректировать медикаментами. Я не знаю, какой у вас случай, может быть и так. Как возникает модель поведения? Есть какое-то событие, которое с нами происходит. По поводу этого события мы что-то думаем, причем мысли, они уже у нас готовы, они заложены как программа. Мы с этими мыслями живем. Когда мы что-то надумали, у нас возникают по этому поводу какие-то эмоции. И войдя в эти эмоции, мы уже совершаем некую модель поведения, как-то себя ведем. То есть есть события, и смыслы, и чувства, есть поведение, и все это связано вот в такой круг, потому что поведение вызывает у нас следующий поток эмоций, и можно так вот бегать по кругу, накручивая себя. Не зря же вот это слово применяется в быту очень сильно. мы себя накручиваем. И наши мужчины иногда над нами смеются. Сама она придумывала, сама расстроилась, сама обиделась. Вот это как раз про то, как наши мысли меняют наше поведение. Что же может быть в качестве этого Б? То есть, смотрите, есть событие, есть какой-то промежуточный вариант, и есть поведение. Так вот, на месте Б, на месте промежуточного варианта, могут выступать знания, могут выступать факты, убеждения, мифы, предрассудки, суеверия, или какие-то представления о себе. Допустим, еще один вариант из жизни детского сада. Угу. Да, Олег Васильевич, я прочитала. Ребенок здоров. Хорошо, если здоров, это прекрасно, тогда используем поведенческие модели очень спокойно. Варианты качества В из жизни детского сада. Допустим, вы подходите к своему воспитаннику и говорите, сегодня ты дежуришь по кухне, вот тебе фартучек, колпачок, давай, будем накрывать на стол. Он бросает фартучек и колпачок и говорит, нет, я не буду это делать, и убегает. Что может быть в качестве В? Например, знания. Знания о том, что его друзья сейчас начнут играть в какую-то игру интересную, а ему придется расставлять стакан. Факты. Допустим, когда он дежурил в прошлый раз, у него что-то пошло не так, и его отругали. И он знает, что дежурство не очень хорошая вещь, потому что за нее может влететь. Убеждение. Допустим, он из семьи вынес убеждение, что накрывать на стол это женская работа. Извините, я мальчик, а не девочка, поэтому вот вам ваш фартучек, я пошел играть. Точно так же какие-то мифы, предрассудки, суеверие, представление о себе. Допустим, он думает, что он слишком маленький и слабенький, чтобы заниматься этим делать, или наоборот, он слишком крутой, чтобы расставлять стакан для других детей, ну и множество всего. Таким образом, чтобы понять и изменить поведение ребенка, мы должны зайти вот в это вот Б и понять, что же ребенка подвигло на это поведение. Я сейчас хочу показать очень простую и легкую технику. Как раз на сегодняшний день эта техника очень популярна и актуальна у детей и у взрослых. Смотрите, сейчас мы все находимся в не очень хорошем состоянии и в зависимости от того, какая модель мыслей у людей есть, они могут вести себя как неудачники и как победители. Неудачники говорят, вернее, неудачники задают себе 4 вопроса, думают, что пошло не так и долго-долго выясняют, что же пошло не так. Когда выяснили, что не так, то есть, что плохого случилось, тогда выясняется следующий вопрос, почему это случилось и начинается выяснение причин, чем у нас сегодня полстраны занимается в разнообразных чатах, в новостях и так далее. Почему случился этот кризис, этот вирус, кто виноват? Да, кто виноват, это следующий вопрос. Ага, значит, метод жетона не пошел, вы можете другой метод попробовать. Вот, про путь победителя. Кто виноват? Следующий вопрос, потому что выяснить, кто виноват, не всегда получаются и на поиски виноватого уходит остаток энергии. Ну и уже сам из последних сил человек думает, господи, как мне этого избежать в дальнейшем? Что сделать, чтобы эпидемия не повторилась? Что сделать, чтобы кризис не повторился? Как мне совсем этим жить? Что же думает победитель? Победитель думает, что случилось первым делом без эмоций. Сейчас ситуация изменилась, что случилось? Случилось так, что мы сейчас сидим дома, мы работаем онлайн, еще какие-то есть ограничения, есть ограничения, есть и возможности. Какой опыт я из этого получил? И вот здесь опыты у всех разные. И этими опытами люди тоже делятся друг с другом. Опыт общения со своими детьми, опыт того, как работать на удаленке, опыт того, как работать дома, опыт, как работать с вебинарными программами и много-много чего еще. Следующий вопрос, который задает себе победитель, каким образом я получил этот опыт? Потому что я умный, потому что я быстро схватываю информацию, потому что я перестал бояться в определенный момент. И следующий вопрос, как я могу применить этот опыт в дальнейшем? И вот когда человек задает себе 4 вопроса победителя вместо 4 вопросов неудачника, он перестает листать сводку новостей, выбирает себе обучающий курс и направление для развития. Поэтому мы все здесь, поэтому нас так много и движемся вперед. Следующий метод, сделаю остановочку, еще не сказала важную вещь. Вот если поведенческие стратегии работают с детками с очень раннего возраста, начиная буквально с годика, как была в ситуации с горсочком, то когнитивные стратегии, они работают примерно лет с 5-6, может быть даже с 7 у некоторых. Как понять, что когнитивные стратегии уже можно применять? Это идет такой вот переход на новый уровень ребенка, на новый уровень развития, когда меняется стиль мышления у него, и вы можете работать в когнитивных методах, использовать их в своей работе, когда ребенок интересуется уже социальной жизнью, допустим, у него возникает вопрос так честно, так не честно, он старается играть по правилам, когда он интересуется знаковыми системами, буквами, цифрами, шифрами, тайными знаками, и когда он больше начинает играть со сверстниками уже, то есть это возраст подготовки к школе, и вот здесь у ребенка уже появляется критическое мышление, третическое мышление, и вы можете эти методы использовать. Ага, так, чат уехал. Сейчас я верну, если смогу. Что делать с сознанием, что воспитатель только может посадить на стольчик, вот и все наказание, и ребенок делает, что хочет. Давайте сделаем так, вы послушаете в записи начало вебинара, или посмотрите презентацию, потому что там ответ уже был, ладно, прошу прощения, времени осталось мало, а сказать еще надо мне очень много. Вот, метод сократовский диалог. Это беседа с ребенком, когда педагог не дает готовых каких-то решений, а спрашивает, а как ты думаешь, а как по твоему мнению, откуда ты это знаешь, это справедливо всегда или только в некоторых случаях. То есть такой диалог помогает очень аккуратно отсеять неконструктивное убеждение. и вот эта техника, она скорее для взрослых, она называется когнитивный квадрат, вы тоже можете ее для себя использовать, заполняете вот эти четыре квадратика, ну, и сосредоточить свои силы нужно будет вот здесь, я не знаю, но я могу узнать, как это получается. И еще одна хорошая техника, которую мы применяем, это декатастрофизация. Когда ребенок приходит с каким-то сильным страхом, то мы начинаем с ним разговаривать. Давай подумаем, а что самое ужасное может случиться? Насколько вероятно, что это самое ужасное случится с тобой? Это с тобой уже когда-то происходило? Если это произойдет, что ты будешь делать? Ну, и так далее. Допустим, сидит барышня и льдает, потому что ей страшно, что ее мама не заберет. Давай подумаем, а что самое ужасное случится? Ну, самое ужасное, что ты посидишь немножко с воспитателем или воспитатель отведет тебя домой, или посидишь немножечко с тетенькой, которая сторожит детский сад. Насколько вероятно, что это с тобой случится? Ну, вообще-то мама ни разу еще не забывала в детском саду. То есть вероятность маленькая. Ну, и может быть стоит пойти поиграть, чем тревожиться? Ну, вот таким образом с помощью умных вопросов вы разрушаете ощущение катастрофы. Да. Вот еще одна техника для кастрофизации элементальный тормоз. Тоже очень хорошая, то есть когда вас несет уже в ощущение катастрофы, первым делом вы себе говорите стоп, потом садитесь очень ровненько и думайте сначала я вот сейчас эта реакция нужна или она не нужна? То есть если я посижу попью чаек наша эпидемия будет возрастать или пойдет на спад или вообще не изменится? Если моя реакция не нужна, зачем я ее выдаю? Ну, и продолжаем пить чай с печеньками дальше. Дальше у нас идут приемы работы, подходящие для дошкольников. Здесь много текста. Я рассказываю вкратце, вы забираете презентацию и используете как альбом. Имитация. Очень интересный прием, когда ребенок в страхе, допустим, или в нехорошем поведении, в каком-то вы ему говорите слушай, а как бы вел себя в этой ситуации человек-паук Илья Муромец? Губка Боб в конце концов. Давай подумаем, а давай ты представишь, что ты уже Илья Муромец. Вот ты сейчас веди себя как Илья Муромец? Здорово, плечи расправились, взгляд направлен вверх, мы уже смелые. И следующий вопрос, слушай, а что тебе мешает всегда себя вести? Ну и черты Ильи Муромца или даже Соловья Разбойника или еще кого-нибудь потихонечку к ребенку переходят через такое упражнение. Экспозиция. Ребенку предлагается представить себе ситуацию, которая вызывает у него страх или тревогу, а потом с этой ситуацией поступить таким образом. Я обычно делаю, давай представим, что это ситуация в теленизере у тебя. Посмотри, видишь, ты смотришь на нее со стороны, там как мультик идет, вот что-то происходит. А давай теперь переключим канал, кнопочка, вот прямо так, чик, и переключили. И тоже становится легче. Выявление эмоций. Психолог помогает ребенку осознать и дать название эмоциям. Это очень важно, потому что как только мы проговариваем эмоцию, она становится меньше. На самом деле проводили такие эксперименты, когда у человека невысказанная эмоция, то есть он не знает, что с ним происходит, не может сказать, его мозг приходит в состояние возбуждения. Как только вылетело слово, которое не воробей, то есть вы готовы лопнуть от ярости, не знаете, что делать, вы говорите, слушай, я в ярости, и понимаете, что вашей ярости уже стала меньше. Это вот тоже техника, которая работает, и очень хорошо учить этой технике детей, потому что многие беды нашей культуры в том, что мы не говорим, что с нами происходит. выявление негативных автоматических мыслей. Ребенок учит ребенка, психолог учит ребенка определять свои мысли. Для этого задаем вопрос дежурный, что ты об этом думаешь? То есть ребенок фиксируется на этой мысли, и после того, как он ее проговорил, в следующий раз она уже будет не... он уже будет отслеживать свою мысль и прослеживать свои мысли и с помощью своей мысли влиять на эмоции. Я уже за чатом не слежу, я понимаю, что там уже между собой... Это очень хорошо на самом деле, я рада. То есть я задала какую-то тему, и прекрасно, что вы ее обсуждаете. Здорово, и здорово, что-то происходит вот на таком позитивном уровне. Функциональное сравнение, следующий вариант дела, следующий вариант техники, это когда ребенок начинает себя сравнивать не с другими людьми, а с самим собой. Развивающее оценивание, да? То есть когда ребенок смотрит на других и видит, что у него не получается, у них нет, у нас сейчас группа смешанная по уровню детей, но вы ребенку говорите, слушай, вот ты позавчера этого делать не мог, а сегодня ты сделал, ты представляешь, какой ты молодец, здорово, ты знаешь, что ты можешь делать завтра, все будет гораздо круче, давай попробуем. Похвальные дела, похвала, это очень важно, то есть если у ребенка заниженная самооценка, если у него депрессия, вы обращаете внимание на то, что получается хорошо, вот, а не на то, что получается плохо. Смотрите, Александра Викторовна почитала ваш вопрос, и здесь уже не могу не ответить. На самом деле я поняла очень мудрую мысль, я ведь с детьми и со взрослыми работаю, нормальные отношения выстраивать сложнее, чем ненормальные. Допустим, в партнерских отношениях многие вот ведут такие отношения на каких-то манипуляциях, таких не очень честных, потому что в честных отношениях нужно будет договариваться, а договариваться это всегда обмениваться равным количеством энергии. Вот здесь тоже эти техники трудоемкие, но если вы начнете эти техники применять, через какое-то время вы увидите, что эти техники работают уже без стимула, то есть чем еще хороша вот эта когнитивно-поведенческая терапия, тем, что стимул постепенно он как бы перестает играть свою роль. Человек усваивает модель поведения и стимул ему уже не нужен. То есть начиная с самого раннего возраста использовать вот эти модели воспитания ребенка, вы получаете ребенка, с которым очень классно жить. Не то, что им хорошо управлять, а с ним очень классно жить на самом деле. Вот, про эти методы рассказала. Отключение, переключение внимания. Это вспомогательная техника, но нам, взрослым, тоже этой техникой здорово бы пользоваться, на детей она тоже влияет. то есть мы просто отвлекаем ребенка от неправильных действий. Вот вы его видите, вы понимаете, что сейчас он начнет, допустим, драку, потому что ему скучно. Вы ему говорите, слушай, иди сюда, дело есть, давай вот это сделаем, только ты можешь. Дело трудное, никому доверить не могу. Он уже забыл про драку и пошел заниматься другими делами. Поведенческий эксперимент. Это действие, которое позволяет оценить достоверность мысли. То есть, допустим, у ребенка есть какое-то убеждение. Ну вот, из примера, если я с кем-то поговорю, то никто не станет со мной общаться по каким-то причинам. И мы ему говорим, слушай, а давай попробуем. Вот ты уверен, что с тобой никто не будет общаться? Вот хуже точно не будет. Давай пойдем и попробуем поговорить. Мы проведем это как эксперимент, как игру. Вообще сама слово игра, она снижает опасность всяких новых действий. Мы говорим, пойдем поиграем, пообщаемся. Ребенок заходит в этот эксперимент, начинает с кем-то говорить, ему вдруг отвечают, и он понимает, что его убеждение было неправильным, а этот эксперимент только дал ему понять неправильность этого убеждения, и сейчас пора уже формировать новое какое-то убеждение. Действия как если бы. Допустим, дать ребенку представить, помочь ребенку представить, как бы он себя вел, допустим, если бы он не был агрессивным. Как бы он себя вел, если бы он не был трусишкой. вот да, смотри, ты немножко всего боишься, а давай представим, если бы ты не боялся, как ты себя вел. Вот так, так и так. Давай сейчас я постою рядом, и ты попробуешь. Попробовал. Нормально? Нормально. Ты до сих пор трусишка? Да нет, я уже смелый. Ну и чуть-чуть у меня осталась поведенческая игровая терапия. Поведенческая игровая терапия это игровой метод, это не игра, потому что это директивный метод, который используют игровые техники для достижения каких-то неигровых целей. То есть это генификация каких-то воспитательных процессов. Вот. Игра происходит в режиме здесь и сейчас. В отличие от юнгианской песочницы педагог не сильно залазит в прошлое ребенка, не работает с его родом, с его убеждением, он работает с конкретной моделью поведения. И игра заканчивается, когда ребенок усваивает новую модель поведения. Играть можно в той же юнгианской песочнице, но вот по таким законам. Этапы игры. То есть ребенок пришел, установился контакт, ребенок немножко поиграл в свободной игре, освоил помещение, покопался в песочке, посмотрел фигурки. Дальше вы ему говорите, давай поиграем. У нас сейчас будет такая ситуация, к примеру, вот у нас есть волшебная страна, в них живут зайчики, на них нападает серый волк, отрабатываем агрессию. Чего это он на них нападает? Почему он нападает? Как сделать так, чтобы он мог подружиться с зайчиками? Как он может с ними поговорить? Дальше уже на третьем этапе ребенок выбирает модель поведения и проверяет ее на правильность в этой же игре. И потом уже нужно обязательно словесно подтвердить вот эти выводы, которые ребенок в игре нашел, закрепить эту модель поведения, проговорить словами и дальше уже посмотреть, как ребенок будет применять все это в своей повседневной жизни. Игрушки, которые нужны для такой игровой терапии в русле когнитивно-поведенческой терапии, это игрушки из реальной жизни, обязательно игрушки, которые помогают отреагировать агрессии. Я знаю, что ГОСДО запрещает пистолеты в детских садах, поэтому мы эти игрушки берем только на игровое занятие, и вот здесь конечно лучше работать психологу, а потом их убираем в дальний ящичек. Но игрушки, помогающие отреагировать агрессии, нам нужны в этом деле. И игровой материал для творческого самовыражения, то есть это шишки, которые можно покидать, бумажку, которую можно помять и так далее. Что мы можем решить в игровой терапии? Повышенную тревожность, например, страхи очень хорошо решаются, замечательная агрессивность, особенно в песке, она прямо выходит в песок, недостаток самоконтроля, потому что ребенок учится играючи себя контролировать и потом переносит это в реальную жизнь. И также хорошо решается отсутствие коммуникативных сценариев. То есть иногда ребенок плохо себя ведет, потому что у него сценария в голове не заложена. То есть он, допустим, не знает, как подойти и поздороваться, он не знает, как извиниться и минимизировать свой вред, если он нечаянно чего-нибудь делал, он не знает, как защититься от агрессии. А когда он это в игре проговаривает, у него взгляд сверху вниз, все происходит с игрушками, он наблюдатель, ему не страшно, но вот эти коммуникативные сценарии, они усваиваются и потом он их переносит в реальную жизнь. Ну и огромное количество игр на распознавание эмоций, здесь вы уже прочитаете самостоятельно и еще одна хорошая игра тоже будет в презентации приложена, это игра на формирование здоровой самооценки. Еще одна игра хвасталки и еще одна копилка хороших поступков. Ну и как последнее мое слово, как поработать с родителями в КПТ, смотрите, когда вы начинаете этот долгий и чудесный путь, вам хорошо бы поделиться им с родителями, то есть вы проводите какую-то лекцию, беседу, тренинг, что хотите для родителей и договариваетесь с ними, что вы будете применять вот эти направления и предлагаете им то же самое делать дома. Обучаете родителей навыкам самоанализа и самопомощи, это тоже через тренинги, через игры, разъясняете его роль в формировании поведения ребенка, то есть в принципе говорите то же самое, что я сегодня проговаривала. Ну и обучение основам семейной системной психологии тоже посмотрите сами этот раздел, я сегодня системной семейной не касалась, потому что я бы ушла далеко, очень далеко, но вы обязательно посмотрите, естественно, то есть мы должны родителей просвещать и учить их, как правильно обращаться с детьми, без лишних эмоций, без стычков, и тогда все будет просто замечательно, вас будут радовать, ваши замечательные воспитанные дети. Да, так бывает, честно говорю, но вот честно предчестно у меня двое детей и я их не наказываю вообще, то есть ни разу не было применено наказание в их жизни. Мы очень мирно живем, мы проходим через этот сложный период, у нас хорошо, чего и вам желаем. Меня можно найти по таким адресам, если остались вопросы, вы можете пройти по этим контактам, связаться со мной. Единственное, уважаемые коллеги на тему где получить сертификат, я отвечать не буду, потому что не знаю. Спасибо большое, что вы слушали, спасибо вам, что вы были такие активные, я надеюсь, что зацепила свои темы и давайте жить мирно с вами и вашими детьми. Удачи, здоровья, пока!